Еще месяц назад, когда подобные рейды только начались, нарушений выявлялось значительно больше. Только за 9 месяцев этого года по вине водителя автобусов произошло 34 ДТП в городе. Причины разные. Одна из них как раз и есть несоответствие с ГОСТом суммарного люфта рулевого управления. Учитывая наш плотный транспортный поток в городе, если водителю автобуса с неисправным рулевым придется сделать какой-то резкий маневр, там у тебя столкновение, он это физически сделать не сможет. Потому что несколько оборотов руля, а колеса у него будут стоять прямо. Штрафы относительно небольшие. С водителя 500 рублей, с его начальника 1000. Это не считая, что в принципе на кону несколько жизней пассажиров и не подозревающих, что они принимают участие в лотерее. Некоторые водители не скрывают, в такой проверке принимают участие впервые. Ну 35, больше 20. Согласен? 10-15, если показалось. Больше 20 градусов, это уже технически неисправильно транспортное средство ваше. То есть дальше продолжать на нем работу, если вы не имеете права. Мы сейчас снимаем у вас государственные инвестиционные номера, пишем протокол о запрещении и постановлении штрафа. Но автобус данный больше никуда не идет. Водитель Шерзот только вышел на линию и был уверен, что вводит аккуратно и без риска для пассажиров. Один рейс. Один рейс? А сложности были какие-то с тем, чтобы автобус повернул? Нет, очень хорошо. Нет, очень хорошо. Нет. Первый раз такая проверка? Проверю. Расстроились? Нет, конечно. Пассажиры никогда не жалуются, что лихо повернул, еще чего-нибудь. Все спасибо, говори. Хорошо ездите. Механика, разумеется, вызовут на ковер, а неисправность придется ликвидировать в автосервисе или своими силами. Надо сказать, большинство водителей и руководителей АТП за автопарком следят, но и недобросовестных хватает. Водитель прекрасно знает, потому что он управляет транспортным средством. И как у него работает рулевое управление, он прекрасно знает. Другой вопрос, что те должностные лица, которые обязаны следить, в том числе и водитель. Он же отвечает за пассажиров? Да, да, да. Он отвечает за пассажиров. Выявил данную неисправность, то есть рулевое управление не соответствует. Он должен, естественно, доложить должностному лицу, после этого должен привести в соответствие, то есть исправить все и после этого выезжать на линию. Ну, так как у нас определенный процент водителей, должностных лиц только смотрят на прибыль, поэтому, ну, вроде едет и едет, и ладно, и выезжает после этого. Так что в целях профилактики неплохо и нам с вами, пассажирам, не расслабляться и, если что, вовремя сигнализировать о плохом вождении или отношении к себе. Все-таки не дрова везут.